Вот, новая Степкина, наверное, еще великовато, пока будет мне. На футбол как на праздник. И так в семье Серовых не один десяток лет. К традициям самый младший член семейства Степан уже привык. Знает, кто такие Набо, Караденис и не только. Рубинчики знаешь кого? Корбанчик. Правильно, Рубинчики и Корбанчики. Мои главные атрибуты. Вот без кепочки рубиновской, без шарфика я на футбол не хожу. А это самый старший член семьи Серовых. Николай Николаевич начал болеть за Рубиновых еще в послевоенные годы. Сейчас ему 84 и с остальными представителями мужской половины Серовых его объединяет не только любовь к футболу, но и месяц рождения. У всех троих именины в мае идут друг за другом. И если отметить праздники вместе удалось, то от походов на стадион Николай Серов воздерживается. Говорит, что порой атрибуны ревут так, что сложно устоять на ногах. Раз меня чуть не свалили, я чуть не упал, я на силу стоял. Я себя так чувствовал отвратно, гол когда забеет. Ну, ходим вместе. Я сегодня мог пойти, но чувствую себя неважно. 84 года, это уже не баран чихнул. Пока дедушка смотрит матч по телевизору, Сергей и Степан спешат на матч. По дороге традиционно слушают заводную музыку. Игра Рубина, она рок-н-ролльная по-вашему? Ну, иногда да. Иногда, наверное, нет. Но, хотя бы, чтобы всегда была такой. Вас приветствует российская премьер-лига! Чем ближе подходишь к стадиону, тем больше прочувствуешь настоящую атмосферу футбола. И надо сказать, что перед матчем Рубин-Уфа народу на Казани-арене собралось огромное количество. И у самой футбольной семьи нашей столицы есть прекрасная традиция начинать поддерживать родной клуб еще при подходе к стадиону. Рубин-чемпион! Рубин-чемпион! Самую футбольную семью Казани ждет насыщенное лето. Ведь они являются фанатами не только Рубина, но и сборной России по футболу. Сергей Хайдаров, Андерс Энтальцев, ТНВ, Казань. Субтитры подогнал «Симон»!